Мы сюда птицу заказываем. Привет! Я бы тоже махнул. Вот и все. Вы к нам? Мы к вам. Наверное. В усатонном? Да. Я отхоченка Николая Николаевна. Я отхоченка Николаевна. Спасибо. Это защитник. Я отхоченка Николаевна. Сенчик Юрий Евгеньевич, да. Еще пока не участник твоей заступы. Поэтому молчу. Вы в качестве кого? Ну, если хотите, давайте официально там по ходатайству. А можно и так? Нет, мне интересно, в качестве кого вы хотите. Ну, в принципе, как защитник. Ну, поставьте. Спасибо. У нас рассматриваются жалобы по делу административного права нарушения. Сразу вам разъясняем ваши права. Ну, я посмотрел ваше видео. Ну, вы же грамотный человек. Юридист подкованный. Правильно? Ну, ваши сотрудники сказали, что нет. Я посмотрел и прочитал ваше ходатайство. Со статьями вы знакомы. В принципе, правильно? Да, да. Да. Так, статья 25.1, лицо в отношении которого ведется дело административного правонарушения. Мы у нас в праве знакомиться со своими материалами дела, давать объяснения, предоставлять указательства, заявлять ходатайство, отводы, пользу и юридической помощи защитника, а также иметь профессиональными правами. Соответственно, считающим ходатайством. Под иными правами это делать копии. Ну, все знаете, да? Угу. Также у вас этот защитник сидит. Если что-то, может, я не правильно сказал, подскажете. Да, конечно. Спасибо. Также статья, ну, 51 я вам разъяснил. Свидетели у нас отсутствует. Ну, 25.6. Также вам разъясняю. Кодекса Российской Федерации административного правонарушения. Это в отношении свидетелей у нас. Также 25.2. Кодекса Российской Федерации административного правонарушения. Это потерпевшим. Вы не являетесь наследителем, не потерпевшим. Вы являетесь участниками дела. Также вам разъясняю. 17.9. Задача заведомого ложных показаний. Вот это именно ответственности. Задача заведомого ложных показаний. Так, если эти статьи вам понятны, меня зовут Скаченко Николай Николаевич, еще раз вам представлюсь, я веду дело, веду просмотрение жалобы, поделанное субъективное правонарушение. Сразу давайте, потому что я вам статьи разъяснил, здесь подпись лица, также 17.9 и русским языком владею, соответственно мы с вами общаемся, значит слово владею. Вот, здесь анкетные данные, хорошо? Я покажу, я доставлю вам материал, который будет приобщен к делу в ходе рассмотрения жалобы на постановление. Пожалуйста. Лиска, аккуратнее. Какие-то вопросы задавайте? Пока объяснение, но объяснение мы бы хотели, скорее всего, было бы логичней после ознакомления с материалом дела, в том числе с ознакомлением с видеозаписью. С вашего позволения дохода. Здесь что написано? Разъяснена по составлению протокола. Это свидетель, второй инспектор Малышев. Здесь что написано? ПДД не нарушал, права не были не разъяснены, требуется, ну, видимо, помощи защитника, да? Приобщаем ходатайства на допросе свидетеля. Больше не было никакого. Андрюха, а пароль какой у нас у компьютера? Там есть? Там есть? Ходотайство на проведение административного дела по месту выписано? Ага. Вознакомление с нематериалом дела по помощи защитника. Я просто не включал. Нет пароль, да? Это постановление в резиновенном. Здесь также не разъяснены, не разъяснены. Оспариваешь наличие, да? Да. Это ходатайство о чем? Это... О вызове свидетель? Да, вызове свидетель. Это ходатайство о чем? Это ходатайство о ознакомлении с материалами дела. Ознакомление с материалами дела. Нет. Это у тебя заготовка была? Да. О допуске защитника. О отложении, чтобы найти защитника. И рапорт, он докладывает, что там-то, там-то, да. А кто докладывает? Это докладывает Денисенко. Денисенко. Денисенко, да, значит, он докладывает о том, что по Даблюру двигался, совершил выезд на бульвар Яна Райнеса, где совершил поворот на улицу, туристскую, да, видимо, без дополнительного светофора, проехав на красный. Во время составления постановления по статье 12, часть 1, ходатай от подобства защитника не поступало. Так, ну, в общем, да, объяснение будет, знаете, наверное, направлено на то, мы можем даже не доходя до просмотра диска, мы его посмотрим, конечно, но объяснение будет направлено на то, чтобы отменить данное постановление как незаконное вынесенное в связи с тем, что в материалах дела содержится несколько ходатайств, заявленных во время возбуждения административного производства в отношении Сафронова, и данные ходатайства не рассмотрены в нарушении части 2 статьи 24.4 Кодекса об административных правонарушениях, и до сих пор материалы дела не содержат определения либо об отказе, либо об удовлетворении данных ходатайств. Также подтверждено, если вы смотрели видеозапись, которая опубликована в Ютубе, вы на нее, да, видели? Нет, я видеозапись смотрелась с нарушениями. А, с нарушениями, а, я думаю, там просто мой подзащитный ничего не скрывает, и, насколько мне известно, уже опубликована данная запись, с которой следует, что рассмотрение дела состоялось без присутствия лица в отношении которого ведется производство по делу, то есть без Сафронова. В его отсутствии о том, что будет выноситься постановление, ему разъяснено не было, не объявлялось. Вот вы сегодня очень правильно все сделали, как полагается, но там этого всего не происходило. Также, то есть это является очень существенными процессуальными нарушениями, так как ходатайства были заявлены о переносе по месту жительства, которые должны удовлетворяться это разъяснение кленов Верховного суда номер пять 2006 года, но оно вообще не было рассмотрено. То есть при таких обстоятельствах я считаю, что данное постановление вынесено незаконно, с процессуальными нарушениями. Просим его, ну вот он в жалобе, в принципе-то и просит его отменить. И, в принципе, оставляю вопрос на ваше усмотрение и направить материалы дела, если это необходимо, на новое рассмотрение. Это в части, это без рассмотрения дела по существу. Я поэтому и не настаиваю прямо сейчас вот ознакомиться с материалом дела в части просмотра видеозаписи. Тем не менее, я настаиваю на просмотре видеозаписи. То есть вы хотели бы рассмотреть данное дело по существу? Конечно, мы сейчас рассматриваем не выставку рассматриваем, а именно поданную жалобу на постановление по делу административного правонарушения. Я не буду скрывать, не имею права. Сейчас идет новое рассмотрение данного решения. Решение именно по правой данной постановлении. То есть наличие административного правонарушения. Ну я учту ваше пожелание. Мы можем заявить соответствующее ходатайство о отмене постановления в связи. Даже материалы дела на сегодняшний день нам даже не требуется приобщать свою видеозапись, которая у нас имеется, для того, чтобы обнаружить по материалам дела, что материалы дела содержат доказательства грубых процессуальных нарушений. Машина выехала. Видите машину зеленую? Вот момент проезда, только горит зеленый сигнал с покора, тухнет без стрелки. Поэтому инспектора звоните. Я приехал. Там цикл светофора, дополнительная секция один. Браво, прижимайся! Здесь уже не важно, если только мат слушает. Но я, честно говоря, из-за этой записи не понял. Там не видно даже момента... Нет, но согласитесь, там не видно именно то, что я проезжаю, и стрелка не горит. Там даже государственные регистрационные знаки транспортного средства не различил. Но когда догоняет он вас, а регистрационные знаки именно за этой машиной он едет ни в каком другом направлении? Нет, но когда догоняет, но там не видно, там как по записи именно то, что поворачивает какая-то машина, правильно? Возможно, там серого или белого цвета, в образом. И потом я там еду, там больше ничего. Нет, ну правда, если объективно судить как бы по этой видеозаписи, из этой видеозаписи следует только то, что они повернули за какой-то машиной, которая оторвалась от них метров на 100 или 150, образно говоря. А потом там просто еду я прям и все. И то, что они без стрелки повернули, это да. Кстати, интересно, в какой момент они маячки там... Потому что что-то, когда они поворачивали, там вроде не было маячков, да? Я, честное слово, ни хрена не понял, ну правда. Вот машина поворачивает. Проходит сколько? Зеленый сигнал сута форума. Зеленый мигает. Стрелка дополнительно не горит. Но это она не горит через 40 секунд. С маяками поворачивает, если вы видите. С маяками, с маяками. А это самое... Сигнал светофора зеленый имеет в контурную стрелку? Да, это дополнительная в контурную стрелку. Просто в качестве информации, зачем лицу, в отношении которого ведется производство владела, разъяснять статью 17.9? А, это тоже может быть. Задачу заведомо ложных. Да, это тоже может быть. Ну, это в корне неверно. Потому что он имеет право по законам давать... Сидеть против себя 200 против. Да, это противоречие получается. А вот у свидетелей таких только против себя, в отношении кого-то. То есть это введение, в заблуждение. Пока пишите объяснение, будьте добры, я вас провожу. Пусяйте, напишите объяснение. А пока приглашу Денис Синкова. Скажите, доверите нам? Ну, терял с собой, невозможно давить. Ну, хорошо. Если ходатайствует, то потом он будет написать. Тогда... Я тогда это перепишу, просто данные протоколы. Да, и все, что... Это мы сфотографируем. Ты сфотографируешь, да? Ну, давай сфотографируем сразу. Что это не самое? Давай, подключите. Да, мы готовы. Дети готовы. Дети готовы. Дельником куда-нибудь, да, да. Да, кто послушает, вести в режиме, он не хочет... Можно, чтобы, чтобы, как... Кто, участник? Нет, не участник. Нет, участник. Это нечестный человек. Нет, это... Ты должен быть все правильно. Если не мог, я бы дали, то все очень надо. Можно вас слушать? Можно вас слушать? Ну, послушать. Как слышал. Я всегда, я, Александр Валерьевич, мне всегда разрешаю. я слушаюсь, потому что я тут тоже очень много с их владой в качестве защитника в качестве защитника заедет в ходатайство в качестве защитника я так для диктофона тогда с вашего позволения зачитаю ходатайство хорошо, чтобы у нас отобразилось ходатайство прошло от меня на ваше имя заместитель командира ДПС Токарченко я правильно входил? прошу отменить постановление об административном правонарушении, номер указывается от 22 ноября 2018 года вынесенный инспектором ДПС лейтенантом полиции Денисенковым А.Н. ввиду следующих доводов материалы дела не содержат определений на заявленные софроновым ходатайство о переносе рассмотрения дела по месту жительства и так далее то есть не рассмотрены рассмотрение дела в отношении Сафронова вынесенное постановление об административном правонарушении состоялось в отсутствии Сафронова а об рассмотрении дела на месте инспектором Денисенковым не объявлялось права и обязанности предусмотрены статью 51 конституции статьей 25.1.30.1.30.2.30.3.32.2 кодекса административных правонарушений их не разъяснялись о чем Сафроновым оставлена запись как в протоколе об административном правонарушении номер указывается от 22 ноября 2018 года так и в выше указанном постановлении об административном правонарушении запись об отказе Сафронова от подписи за разъяснение указанных статей в материалах дела не содержится понятые для подтверждения факта отказа Сафронова от подписи не привлекались еще раз почитайте запись чуть выше запись об отказе Сафронова от подписи за разъяснение указанных выше статей вот я их 25.1 и так далее 51 статья в материалах дела не содержится то есть инспектором Денисенковым не свидетелем хотя он не является участником производства по делу никем в процессуальные документы не внесена запись о том что он отказался или ему разъяснялось а понятые для подтверждения факта отказа от подписи Сафронова не привлекались с вынесенным постановлением об административном правонарушении знакомил Сафронова указанный в протоколе об административном правонарушении Малышев А.Л. который не является участником производства по данному делу и более того не вправе знакомиться с материалами данного административного дела то есть до самого то есть я бы даже сказал что не то что он его знакомил с этим постановлением а свидетель как я его тут указываю Малышев да он его даже не знакомил он просто ему его вручил хотя он в принципе туда и после того как он был объявлен свидетелем не имеет никакого права даже смотреть постановление потому что без разрешения вот если бы вы ему сегодня разрешили при рассмотрении данного дела тогда другое дело далее протокол об административном правонарушении не содержит подпись свидетеля указанного в протоколе за разъяснение ему статьи 17.9 кодекса административных правонарушениях я допишу КОАП КОАП Задача ложных показаний то есть если бы мы мы можем сейчас заявить еще у нас рассмотрение не закончено мы можем заявить сейчас когда то есть на вызове свидетеля да да но дело в том что так как он изначально не был уведомлен о статье 17.9 он уже является лицом подготовленным и будет склонно и так как ответственности об ответственности его никто не предупредил он будет склонен так как вместе служит с Денисенковым давать ложные показания шестое инспектор инспектор Денисенков А.Н. отказался внести в протокол об административном правонарушении свидетеля находящихся в транспортном средстве Сафронова объявив его заинтересованным в исходе дел лицом не задавая это так было Денисенков отказал я ему да письменную ходатайшу задал он да то есть отказался занести в протокол инспектор Денисенков отказался внести протокол АБПН свидетеля находящихся в транспортном средстве Сафронова объявив его заинтересованным в исходе дел лицом не задавая свидетелю никаких вопросов позволяющих установить такую заинтересованность считаю вышеуказанные в ходатайстве доводы невосполнимыми ввлекущими невозможность рассмотрения дела в отношении Сафронова правильно объективно в полном объеме а также ввлекущие неустранимые сомнения виновности привлекаемого к ответственности лица то есть данными доводами я разъясняю хочу пояснить вам что допущены грубейшие процессуальные нарушения которые можно подтвердить изучая материалы данного дела прошу постановление об административном правонарушении номер указывается 22 ноября 2018 года отменить производство по делу в отношении Сафронова прекратить ну и если не возражаете так как мы перешли к части рассмотрения данного дела по существу я бы хотел бы получить в соответствии с кодексом административных правонарушений а именно статьи 24.4 в части 2 кодекса административных правонарушений получить незамедлительный ответ по результатам которого у меня возможно возникнет следующее ходатайство да незамедлительное я буду рассматривать пока будьте добры также на стульчике благодарю вас я буду рассматривать я не вижу необходимости допрашивать свидетелей если николай николай дело в том что лично я убежден что делит достаточно профессиональных нарушений для прекращения его чтобы не дергать ни свидетелей павел я вас услышу буду изучать хорошо хорошо давайте тогда позовете мы тут там лайк поставьте что я там еще сказал на канал подпишись а и подписывайтесь на наш телеграм и инстаграм ссылки будут в описании вот все всем удачи всем пока брейте свои права пока